Всем привет! Привет! Значит, мы уже уехали из Польши. Полин, привет! Как дела? Ты в телефоне играешь? Молодец! Значит, мы уже выехали из Польши только что, и уже подъезжаем к границе Германии. Город Познань, в котором мы были, он находится практически на границе уже. Вот, поэтому нам тут ехать недалеко, 100 километров до границы. Вот, сегодня нам ехать всего лишь 8 часов. Для нас это уже очень мало, потому что мы ехали и по 16, и по 18 за один день, ну, за одни сутки. Поэтому сегодня всего лишь 8 часов, и это сказка. Едем в Германию, и будем вам показывать плохо. Мы в Германии на заправке, да, Сережа? Вот тут платный туалет, вверху, вон туда даешь, и сейчас тебе даст сдачу. Сдаем сдачу. И чек. Талончик на, я так понимаю, на кофе. Опа, потерял? Давай мне сдачу. Все. Иди. В общем, вот такая вот система на каждой заправке, кстати. Едем в Германию через туннель. Такой длинный, длинный и широкий. Мы прямо. Смотрите, какой красивый мост проезжаем. В Германии. Мы почти доехали до места назначения. И, кстати, наше место назначения практически на границе с Бельгией. Мы почти уже доехали до Бельгии. За день проехали всю Германию. Так, ну и что? Первый наш опыт в Германии на заправке. Тут бензин, получается, стоит 2,45 евро. Для нашей страны это очень дорого. У нас дизельное топливо. Получается, дома мы заправлялись по 30 гривен до войны. А во время войны топливо стало 50-60 гривен. Вот, смотрите, на данный момент. Сейчас я вам чек покажу. Вот такая вот петрушка. Смотрите, вот видите, вот. 2,49 евро. 1 литр. Мы заправились на 142 евро. Тут надо достаточно много зарабатывать, чтобы ездить на машине. Так, ну что, мы уже приехали на место назначения. Сейчас покажу, куда мы все-таки ехали. 6 лет. Фалина уже с девчонками сидит. Привет, девчонки. Привет. А Сережа уже с Эдиком, в телефоны уже рубятся. Вы в Бравл Старс уже играете? Да, не играем. Так, сейчас. А, в Омонг Ас? Не, не Монг Ас. Что это у вас за игра там новая? Нет, новая. Я смотрю, потому что я забыла, как вы видите. А, у вас разные? Да, да. Понятно. В общем, короче, Света так прибеднялась, говорит, да, мы так по-легкому перекусим, а сама тут нашурсала. И картошечку вон сварила, и овощи вон стушила. Вот, так. И пиццу, смотрите, спекла сама. А он в духовке запекла. Ой, курочку, у меня сразу камера запотела. Так лучше видно сейчас камеру. Так, курочка вон какая красивая в духовке. Так, а там вон тортик нашурсала. Так, нарезочку сделала. Сок поставила. Ну, мы только сок будем пить, наверное, сегодня. Так, вон тортик сделала, клубничку помыла, виноградик помыла-то вообще. Говорит, я так, говорит, слегка, говорит, там картошечку сделаем, бутербродики и хватит. Перекусим. В общем, сейчас будем перекусывать. Потому что мы как раз дороги, мы 8 часов. Привет. Привет. Мальчики уже там обговорили тут все, да? План действий на вечер. На вечер? А что мы будем вечером делать? Что будем делать? Возле церкви хоть припарковали машину, а то уж переживал. Что будем пить или чай, или пупи, или какого? Ну, сок, мы уже поставили сок на стол. Да, и сок тогда будем сок. Смотрите, из-за того, что мы привезли с собой кота, меня Луишка не принимает вообще. Луиш, Луиш, ну я хочу с тобой подружиться. Ну что ты? Смотрите, что петь сейчас будет. Луишечка. Ты хороший мальчик такой. Луишка. Дерется со мной. Луиш, ты чего? Не дерись. Луиш. Ну не уходи. Ты такой красивый. Хочу с тобой дружить. Ну чего ты? Луишечка. Ох, ты такой злющий. Ну я не виновата. Ну куда я своего кота дену? Мой мускат тоже же... Извини, кот. Я же не могу его бросить. Твоих же тебя не бросили. Ну я дружить хочу. Дай лапу. Дай лапу. Я тебя боюсь, честное слово. Ты такой злой мальчик. Ты такой злой. Ну я тебя тоже... Ну честное слово я тебя уважаю. Ну что ты злишься? Луишка. Так, ну что, мы решили сегодня не заниматься съемками. Дети давно не виделись. Решили, чтобы они пообщались. Пришли. Привет. Пришли в такой парк. Это городок какой-то, да? В общем, это городок такой небольшой. Сейчас покажу здесь. Такой фонтан. Красиво. С Сережей уже какие-то там игры придумывают. Девчонки вон. Здесь у меня Эльзы. В общем. Представляете, когда столько детей в доме. В общем, уточек покормили наши дети. Вон, побросали все. Вот фонтанчик. Там такой вот мостик. И кафешечка. Пивнушка такая. Такая вот красота. Вечером мы остановились вот возле такого вот озера. Выпить немецкого напитка, так сказать. Такой неплохой такой ресторанчик. Всем добрый вечер. Тут получается озерцо такое. Оно вот так, вот так, вот так идет. Потом такой мостик там. И фонтанчик. Дети там наши его носят. С вами интересно. Так, ну что, погуляли. Покушали мы в кафешке. Чек я вам покажу позже. Кушали только дети. Верните налево. Кушали только дети. А мы пили... Верните направо. Немецкие напитки. Нас ведет навигатор. Поэтому не обращайте, пожалуйста, внимания. О, девчонки. Всем привет. Привет. В общем, теперь у нас сборная. Там машина мальчиков. А тут машина девочек. В общем. Верните направо на дорогу Корстрас. Такой себе челлендж, да, Полин? Мальчики против девочек. Мальчики против девочек, да. Мальчики не успевают. Да, сейчас мы первые приедем. Так, в общем, мы сегодня на покупках, на закупках продуктов. В общем, фантюбовские вот продукты. Они там за булочками пошли. А вот наши продукты. Это булочки. А, это, кстати, мужики отдельно ходили. Вот это мясо отдельно. Кстати, покажу все. Вот мы скупились сегодня на вот эту вот сумму. Но вот это вот мясо сюда не входит. Вот это все. Получится почти полная тележка. В принципе, цены нормальные. А Сережа захотел суши. А Сережа захотел суши, да? Там где-то они тоже в пакете есть. Они аж в пакете, Сереж. В общем, Эмилия там захотела булочку. Вот такая вот толпа из пяти детей. Подписывайтесь на наш канал. На чей? На наш. Какой? А вы название? Название говорите. Тихо? На нас. На вас, Полина. На вас, Сергей. На вас, Полина. На вас, Полина. Сегодня хороший день. Очень тепло уже на улице. И мы решили прогуляться в лесок, получается. Там, где фантюбы живут. Вот. Ну, на данный момент. То у них там, получается, несколько домов. Они как бы в селе живут, в Германии. Вот. И, получается, через несколько домов идет лесок. Вот. А тут такой интересный лесок. Сейчас вам покажу. Отредик. Смотрите. Реально вот тут разваленный в лесу. Замок. Красивый. Так. Стены одни. Я вам скажу, что реально вот люди живут... Я сейчас буду на обратном пути. Буду идти, вам сниму. Реально люди живут прямо-прямо в лесу, возле озера. Я не знаю. Прямо вот как снимают в фильмах ужасов для меня. Вот. Вон там домик такой. Мы шли, прям там видели, что люди, прям семья живет. Так, сейчас покажу вам замок разваленный. Так, вот мы поднялись в замок. Что все, что от него осталось. Мы даже, кстати, не знаем, что это за замок. Он такой небольшой. Как башня какая-то. И вид на озеро. Полина, как ты думаешь, что еще можно сказать? А Сергей лучше всех. В общем, мы собрались уезжать. И девочки стали снимать себе там что-нибудь на канал. А мальчики... Загруппировали. Кто вообще круче, мальчики или девочки? Вот скажите, кто круче, ребята? Мальчики, девочки или мальчики? Эдик, мальчики или девочки? Кто круче? Мальчики? Сережа, девочки все равно, наверное, побеждают. Потому что их трое, а вас боя. Девочки, собираетесь, Полинечка? Собирайся. Мы уже уезжаем сегодня. Пока. 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 А Эмили? Подружень. Сереж, все, ты уже починила Эдикапульт. Да. Мы уже сегодня уезжаем. Мы уже сегодня уезжаем. Куда мы едем, Сереж? Пока. Куда мы едем, скажешь мне. В? В Испанию. В Испанию. Даже Эмили уже знает. У нас секретка такая. Секретка? Ой, нет, Бегай. А что ты спряталась? Нет, у нас не все всегда место. Только это. Нет, папараццией тут. Да, знаю. Ну да. Все? Пока. Ну что ж, ребят, мы от Фантюбов уже уехали. Едем дальше. Куда дети едем? Вроде бы в Локацию. В Испанию. Мы едем в Испанию дальше. У меня будет вообще слезы пускать. Да, у нас и мускат с нами. Посмотри. И все вещи. Я не знаю, там будет видно. Вот так. Не видно. В общем, на этом Германия наша закончилась. Едем дальше уже в Испанию. И оттуда мы уже снимем новый блог. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!